Всем хорошего дня, это канал Science Daily, новости науки и космоса. Ракета Альфа компании Firefly Aerospace 1 октября завершила испытательный полет, впервые успешно доставив на околоземную орбиту несколько небольших спутников. Ракета высотой 29 метров взлетела с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в рамках второго орбитального запуска. Напомню, во время первого испытательного полета в сентябре 2021 года один из четырех двигателей первой ступени ракеты преждевременно отключился, что привело к потере ракеты. Второй запуск прошел намного лучше. Ракета Альфа стартовала плавно, обе ступени ракеты отделились спустя 2,5 минуты после старта, через 5 минут после этого разгонный блок вышел на эллиптическую орбиту и все три полезные нагрузки были развернуты чуть менее чем через час после запуска ракеты. Три кубсата, доставленные на орбиту, имеют весьма скромные размеры. Один из них под названием «Серенити» разработан некоммерческой организацией Teachers in Space для сбора различных данных во время полета, которые будут переданы образовательному сообществу. Второй кубсат разработан для нужд НАСА. Он оснащен тормозным устройством для плавного свода спутников с орбиты после завершения их работы. Экзотормоз должен будет свести запущенный кубсат с орбиты. Третья полезная нагрузка – это разгонный спутник Пикабас от компании Libraspace, на борту которого 5 крошечных мини-спутников. Их задача – продемонстрировать возможности импульсно-плазменных движителей в космосе и провести эксперименты в области связи. Ракета Альфа компании Firefly Aerospace предназначена для доставки небольших спутников на орбиту. Она может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 1170 кг. Компания Firefly Aerospace хочет, чтобы ракета Альфа стала лидером в индустрии запуска малых спутников.